МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Сергей Трачанов. И вначале коротко о главных темах последних 7 дней. Более 4 тысяч ям ликвидируют в Люберцах. В одном из дворов в Люберец работает вертикальная парковка. Сотрудники МЧС готовятся к пожароопасному сезону. В Люберцах прошли соревнования по мини-футболу. Выставка прикладного творчества прошла в Краеведческом музее. Сотрудники ГИБДД провели рейд ребенок-пассажир-пешеход. В правительстве Московской области прошло совещание, посвященное ремонту дорог. В нем принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий. Под руку с весенним теплом в Подмосковье приходит и ремонт дорожного покрытия. В этом году зима неслабо потрепала асфальт региона. Результат резких перепадов температур, как говорится, налицо. На встрече в правительстве губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что новая система фотофиксации или оцифровки ям и проверенные подрядчики в этом году позволят заметно изменить дороги к лучшему. Задача муниципалитетов, руководителей территории также иметь четкую картину, куда мы идем, какие ямы, какие проблемы на дорогах ликвидируем. Для этого должна вестись подготовительная работа сейчас. В этом году дорожникам Подмосковья предстоит привести в порядок почти 2000 дорог, общей протяженностью более 3000 километров. Стоимость этого ремонта составит порядка 19 миллиардов рублей. Это рекордный объем для региона. Но теперь власти Московской области не допустят так называемой халтуры. Каждого недобросовестного подрядчика заставят ответить. Кроме того, теперь исполнители будут получать деньги только после качественно выполненной работы. Первое. Это высокое качество ремонта и высокое качество используемых материалов. Использовать некачественный материал недопустимо. Мы такую работу принимать и оплачивать не будем. В соблюдении сроков по каждой дороге в договоре подряда определяется срок начала и срок окончания. Растягивать ремонт мы не позволим. Особенно важно, что в этом году впервые план ремонта региональных автодорог будут определять жители через интернет. Так свои предложения они могут оставить на портале Добродел и в мобильном приложении дороги Подмосковья. На рабочем совещании также выступили главы муниципалитетов. Ямочный ремонт во всем регионе стартует 15 апреля. По словам Владимира Ружицкого, в городском округе Люберцы его планируют закончить уже в середине мая. После чего стартует капитальный ремонт дорог. У нас сегодня, к сожалению, на дорогах ям много. И ряд дорог надо ремонтировать. И мы к этой теме готовимся. Сегодня приведено целый ряд процедур. А у нас ям, я скажу, цифра, она немножечко даже пугает. Больше 4 тысяч. И они все оцифрованы. В принципе, держим руку на пульсе. Поэтому контроль будет мной. Но я надеюсь, что контроль будет в целом от жителей. Потому что жители в состоянии контролировать абсолютно все. Наказывать недобросовестных люберецких подрядчиков будут рублем. Это подчеркнул Владимир Ружицкий. Надо сказать, что все работы по ремонту автодорог в Подмосковье должны завершиться не позднее 15 октября. Задержавшихся ждут жесткие штрафные санкции. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Люберцы. Избирать его будет конкурсная комиссия, в которую войдет равное количество человек из числа люберецких депутатов и правительства Московской области. Эти и другие вопросы обсудили на прошедшем заседании Совета депутатов городского округа. В начале заседания народные избранники городского округа почтили память погибших в Петербургском теракте. После чего встреча пошла по повестке дня. Один из вопросов – принятие решения о правоприемственности администрации Люберецкого района. Устанавливаю, что во всех отношениях с государственными органами, в отношениях с юридическими лицами у нас не будет с вами провала по времени и на переходный период администрация Люберецкого муниципального района, как и установленный законом Московской области, будет являться правоприемником администрации Октябрьской, Томилина, Малаховка, Люберцы и Краскова. Основной вопрос встречи – отбор кандидатур на должность главы городского округа Люберцы. На заседании объявили о конкурсе на замещение этого вакантного места. Эта задача ляжет на плечи конкурсной комиссии. В неё войдут региональные и муниципальные представители. Кандидатуры мы предлагаем администрации района Антонова Сергея Николаевича, начальник правоуправления Балашова Марина Сергеевна, Ульянова Петра Михайловича, председателя общественной палаты Люберецкого муниципального района. Депутаты утвердили состав конкурсной комиссии от муниципалитета. В ближайшее время губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв назначит представителей комиссии от региона. Также на заседании было предложено не создавать новую контрольно-счётную палату, а переименовать существующую ныне Люберецкого района. Существующий орган, который на практике уже подтвердил свою компетентность, переименовать контрольно-счётную палату городского округа Люберцы. И таким образом мы закрепляем существующую контрольно-счётную палату в рамках органов городского округа. Кроме того, на встречи люберецкие депутаты внесли изменения в решение о ликвидации администрации бывших городских поселений Люберецкого района. Народные избранники продлили срок исполнения этой работы до 1 июня 2017 года. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Новое дошкольное учреждение появится в Люберцах к октябрю 2017 года. Детский сад в посёлке Калинино сможет принять 180 малышей. Планируется оборудовать его игровыми комнатами, детскими площадками и, по просьбам родителей, компьютерным классом. Запланировано строительство детского сада было ещё несколько лет назад. Дошкольное учреждение возводится на месте двух снесённых аварийных домов. Затем, как продвигаются работы за сроками и за качеством, следит администрация муниципалитета. Сегодня этот садик строится за счёт финансирования области, это 70%, и порядка 30% муниципалитет. Стоимость садика 149 миллионов. Вообще любое строительство – это недешёвое удовольствие. На территории нового детского сада обустроят три площадки для детей ясельного возраста, семь для старшего, две хозяйственные и одну спортивную. Кроме того, в здании предусмотрены тренажёрные и гимнастические залы, комната психологической разгрузки и зимний сад. В том числе здесь будет компьютерный класс. В принципе, это такое нововведение, когда мы строим детский садик, и это планируем. Завершить строительство дошкольного учреждения планируют в октябре этого года. По проекту детский садик сможет принять 180 малышей. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Более 4000 ям ликвидируют в Люберцах до начала майских праздников. Сейчас дорожные службы приводят в порядок наиболее повреждённые участки. После завершения работ в городском округе приступят к капитальному ремонту дорог. После зимы на дорогах городского округа Люберцы образовалось большое количество ям. В социальных сетях периодически появляются сообщения от жителей с просьбой обратить внимание на состояние дорог. С 15 марта в муниципалитете стартовали работы по ликвидации ям. Местная администрация поставила задачу завершить ремонт до 1 мая. Погода сейчас позволяет, и мы проводим ремонт в соответствии с графиком уже по той технологии, которая предусмотрена для этого. Ремонт осуществляется малыми и большими картами. Задача наша укладываться в график и выполнять работу своевременно и качественно. Однако ямочный ремонт – это временная мера. Летом в городском округе полностью приведут в порядок около 20 участков улиц протяженностью почти 10 километров. Многие из них ранее капитально не ремонтировались. В первую очередь это 12 дорог в округе будут отремонтированы. Здесь в городе, например, это будет проезд 42-96 по дальше улице Транспортной, который мы приняли на баланс города и в этом году можем уже отремонтировать. И в поселениях 11 дорог. Кроме этого, в второй очереди мы отремонтируем в городе еще 6 дорог. Капитальные ремонты асфальтового покрытия начнутся уже в начале мая. Завершить все работы планируют до 1 сентября. Полный список можно найти на официальном сайте Люберецкой администрации. Кроме того, власти подчеркивают, что открыты для общения с жителями. Оставить информацию о ямах можно через сервис Инстаграм. Рассматриваются также заявки с сайта Добродел. Наталья Григорьева, Луиза Егезарян, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялось расширенное заседание рабочей группы по обсуждению пилотного проекта по созданию в муниципалитетах образованиях единых диспетчерских служб по вопросу ЖКХ и интеграции в систему 112 Московской области. Примечательно. Подобную организацию работы с жилым фондом в 2016 году наладил Люберецкий городской жилищный трест. После заседания гости смогли ознакомиться с ней, посетив единую диспетчерскую службу предприятия. Оперативность, качество, контроль и обратная связь. Эти составляющие должны стать главными при создании единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ. На сегодняшний день в пилотном проекте, инициированном правительством Московской области, участвуют шесть городских округов региона, в том числе и Люберцы. Данные службы должны охватывать проблематику всей системы ЖКХ, в том числе должны быть отражены и вопросы по электроснабжению. В конечном итоге в Подмосковье появится единый классификатор для сбора всех заявок от жителей по проблемам ЖКХ с последующей интеграцией их в муниципалитеты, где уже созданы ЕДС. Необходимо отметить, что для нашего города это не станет новшеством. Интерактивная карта оперативной обстановки в жилищно-коммунальной сфере была создана в феврале 2016 года на базе Люберецкого городского жилищного треста. На сегодняшний день стоит задача внедрить опыт предприятия на территории городского округа, объединив все организации ЖКХ в единое информационное пространство и единую систему. В рамках этого мероприятия должна быть осуществлена передача ресурсоснабжающих организаций всего городского округа в единую теплоснабжающую организацию, гарантирующую организацию. И концептуально только потом можно будет вырабатывать вот этот единый подход. После окончания рабочего совещания представители подмосковных городов смогли увидеть, что представляет собой единая диспетчерская служба жилищного треста. Им был продемонстрирован программный модуль, на экране которого в реальном времени отображается полная информация о состоянии жилого фонда, о заявках жителей, о передвижении служебных машин, аварийной службы ЛГЖТ. Это общая статистика, общая информация, которая проходит у нас по 850 жилым домам. Значит, ну здесь элементарно все просто. Дата, соответственно, порядковый номер той заявки, которая присваивается автоматически. Подобная система уже доказала свою эффективность. Она позволяет руководству управляющей компанией и администрации муниципалитета отслеживать ситуацию с жалобами и обращениями граждан, а также контролировать их исполнение. А это, в свою очередь, улучшает качество обслуживания населения. Создание единой диспетчерской службы по вопросам ЖКХ городского округа Люберцы планируется завершить к концу 2018 года. Ольга Щевелёва, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Оптимальное использование дворового пространства может быть осуществлено при помощи внедрения простых инженерных решений, как, например, на территории, находящейся в зоне обслуживания одной из люберецких управляющих компаний. Здесь, в рамках комплексного благоустройства, были установлены три вертикальных автоматических паркинга. Проблемой нехватки парковочных мест руководство управляющей компании озаботилось пять лет назад. В принципе, способов для её решения существует немало. Один из них – установка во дворах вертикальных автоматических паркингов. Используя корейский опыт комплексного благоустройства, коммунальщики возвели три подобные стоянки. Предложили жителям своих домов воспользоваться вот этим уникальным проектом и выкупить своё, чтобы у них было стопроцентное, за ними закреплённое парковочное место. Стоимость тогда стоила одно парковочное место – 400 тысяч рублей. И мы, как только объявили тендер-конкурс, буквально за пару дней все места были выкуплены. И в течение месяца мы данную парковку смонтировали. В паркинге пазлового типа можно разместить 21 машину. И это вместо шести, если бы стоянка была плоскостная. Сам парковочный процесс занимает несколько минут. Это ничто по сравнению с тем временем, которое затрачивает автомобилист на поиски места для своего железного коня. Опять же, и машины в безопасности. Плата – 2000 рублей в месяц. Средства расходуются на техническое обслуживание паркинга и электроэнергию. Это очень удобная вещь. Во всяком случае, я считаю, что это такая экономия, что на кусочке земли, где бы стояло шесть машин, стоит 20 с лишней машин. Сколько места свободного? Две вертикальные стоянки карусельного типа занимают место ещё меньше, а вмещают в общей сложности 30 автомобилей. Удачным опытом организации парковочного пространства на ограниченной площади двора сотрудники управляющей компании не раз пытались заинтересовать застройщиков. Считаем, что на самом деле при новом комплексном строительстве, благоустройстве территории, данное решение парковочной системы нужно уже внедрять на стадии застройки. Пока владельцы строительных компаний думают, жители домов 3 и 7 по улице Кирова пожинают плоды и прогрессивного подхода управляющей компанией к благоустройству. Во дворах хватает места для автомобилей и пешеходов, детских площадок и цветников. Ольга Щевелёва, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Не допустить проявления терроризма и экстремизма на территории Российской Федерации. Такую задачу перед правоохранительными органами поставил президент Владимир Путин. Это стало известно на подведении итогов работы Люберецкой полиции за первый квартал 2017 года. Противостояние экстремизму и терроризму, противодействие запрещенным группировкам. Сейчас в центре внимания сотрудников правоохранительных органов именно эти вопросы. Так, за первые три месяца текущего года Люберецкие полицейские выполнили совместные комплексные мероприятия, направленные на выявление личностей, которые подготавливают террористические акты. Руководительное подразделение в своей деятельности необходимо направить все усилия на обеспечение безопасности объектов особой важности, повышенной опасности, расположенных на территории обслуживания, а также укрепление антитеррористической безопасности собственных объектов и ужесточение пропускного режима. В таких нелегких условиях сотрудники правоохранительных органов выполняют и другие задачи. За первые три месяца текущего года зарегистрировано на 10% меньше преступлений общей уголовной направленности. В том числе по линии криминальной полиции всего зарегистрировано 513 преступлений, снижение на 12%. По линии охраны общественного порядка зарегистрировано 513 преступлений, снижение на 8%. Меньше совершено тяжких преступлений на 16%. Особо тяжких преступлений на 11%. Также в первом квартале этого года сотрудниками правоохранительных органов отмечена тенденция снижения преступлений, совершенных против личности. Так, на 66% сократилось количество убийств, на 6% фактов причинения вреда здоровью. Кроме того, люберецкими полицейскими достигнуты определенные успехи в борьбе с кражами, в том числе из домов и дач. Вместе с тем определились направления, где оперативная обстановка остается напряженной. Больше совершено преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, с 2 до 5 абсолютных цифр. Изнасилование с 0 до 2. Возросло количество грабежей на 33%, разбойных нападений на 28%. Нужно сказать, что за отчетный период также проводился анализ работы всех отделов полиции. Он показал, что некоторые из них действовали менее эффективно. Так, на территории обслуживания Ухтомского, Лыткаринского и Зержинского отделов полиции совершено больше особо тяжких преступлений. На территории обслуживания Томилинского отдела этот показатель вырос на 50%. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. С приходом весны и наступлением тёплой погоды возрастает вероятность лесных пожаров и возгорания на дачных участках. Инспекторы пожарного надзора по Люберецкому району рекомендуют жителям воздержаться от разведения костров в лесопарковых зонах, а также соблюдать правила безопасности в частном жилом секторе. Основной причиной возгорания и пожаров в весенний-летний период является человеческий фактор. Порой даже брошенный окурок или стеклянная тара могут стать причиной чрезвычайного происшествия. На территории городского округа Люберца особый противопожарный режим пока не введён. Однако инспекторы надзорной деятельности уже подготовили план профилактических мероприятий. Мы будем посещать образовательные учреждения, где также будем доводить информацию о правилах поведения на водных объектах, так и правилах поведения в период весеннолетнего пожароопасного периода. И, само собой, основной у нас момент идёт – это патрулирование лесов и лесопарковых зон. Предотвратить возгорание несложно, если соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Сжигание мусора и сухой травы должно производиться в строго отведённых для этого местах не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра разведённые костры. Особую осторожность необходимо соблюдать при курении. За нарушение этих требований грозит как административная, так и уголовная ответственность. Штрафы на граждан в условиях особого противопожарного режима составляют от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30, и на юридические лица – от 400 до 500 тысяч рублей. За первый квартал текущего года на территории городского округа Люберцы произошло 46 пожаров. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 54. Количество погибших и пострадавших также сократилось. В этом году в результате пожаров оборвались жизни трёх людей. Один человек получил травму. Проведя анализ, специалисты пришли к выводу, что 90% несчастных случаев происходит по вине самих пострадавших. Луиза Игязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. С 1 июля текущего года вступает в силу закон, запрещающий брать на работу иностранных водителей, не имеющих российских прав. На днях в отделе ГИБДД по Люберецкому району прошло совещание с руководителями транспортных компаний. Участники встречи обсудили нововведения в законодательстве и уточнили порядок получения новых удостоверений. Изменения Федерального закона безопасности дорожного движения были внесены ещё в мае 2013 года. Согласно им, юридические лица и индивидуальные предприниматели не имеют права допускать водителей без российских прав к управлению транспортными средствами. Вступление в силу этой нормы уже дважды откладывалось. Водители иностранцы и транспортные компании были не готовы к таким изменениям. Из-за этого могли возникнуть сбои в пассажирских перевозках. Однако уже с 1 июля текущего года с новым законом должны смириться все. Иностранное и национальное и международное водительское удостоверение, не соответствующие требованиям международных договоров Российской Федерации, обмену на российские национальные и международные водительские удостоверения не подлежат. Это нововведение не коснётся иностранцев, использующих автомобиль на территории России для личных поездок. А вот работодателям, допустившим к работе водителя с иностранными правами, грозит денежный штраф в размере 50 тысяч рублей. Сами водители, которые будут осуществлять предпринимательскую трудовую деятельность с национальным водительским удостоверением, они подлежат привлечению к административной ответственности по статье 12.7.1, то есть как водители, не имеющие права управления транспортным средством. Соответственно, штраф за это предусмотрен от 5 до 15 тысяч. До вступления в силу нового закона осталось 3 месяца. До этого времени иностранные водители, работающие в транспортных компаниях, должны сдать экзамен по правилам дорожного движения и получить российские права. Луизия Егязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ребёнок-пассажир-пешеход. Люберецкие сотрудники ГИБДД провели очередной профилактический рейд. В рамках комплексных мероприятий они проверили водителей на предмет выявления перевозки детей без специальных удерживающих устройств. С начала этого года в городском округе Люберцы при дорожно-транспортных происшествиях пострадали четверо детей. Двое из них были пешеходами, двое – пассажирами автомобильного транспорта. В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на дорогах, сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия. Сейчас, в период весенних каникул, они напоминают водителям о правилах перевозки детей, а также проверяют автомобили на наличие удерживающих устройств. Здравствуйте, Люберецкая ГИБДД, лейтенант полиции Усаковых. В преддверии весенних каникул проходит спецмероприятие, а ребёнок – пассажир в пешеходах. Знаете, как перевозить птичок? Да. Удерживающие устройства имеете, да? Да. Этот водитель знает. Хоть и ребёнка в машине не оказалось, но на заднем сидении было прочно закреплено удерживающее устройство. А вот другой участник дорожного движения к этому вопросу отнёсся более халатно. Восьмилетнего мальчика мужчина перевозил на переднем сидении без детского кресла. Более того, ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности. В связи с этим соответствующая административная ответственность по статье 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих административный штраф в размере 3000 рублей. Профилактический рейд «Ребёнок-пассажир-пешеход» будет проходить до 9 апреля. Затем сотрудники ГИБДД проведут ещё одну традиционную акцию «Детское кресло». Луизия Игязырян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Гибрецкая школа приёмных родителей, которая базируется в Томилино, признана одной из лучших в Московской области. Она работает с 2012 года и за пять лет подготовила к усыновлению более 700 семей. Главной целью предварительного обучения родителей является снижение случаев возврата приёмных детей обратно в детские дома. Профессионализм сотрудников школы отметила директор областного центра сопровождения замещающих семей Ирина Меркуль. Она подчеркнула, что школа помогает будущим приёмным родителям осознанно принимать решения. Вот уже пять лет родители, желающие усыновить ребёнка, должны пройти обязательное обучение в специальной школе. В 2012 году в Томилино в числе первых в Подмосковье открылась школа приёмных родителей. Почему нужно готовить человека, возможно, человека, у которого есть опыт родительства, возможно, своих собственных кровных детей человек воспитал. Почему нужно готовить? Потому что с чем мы сталкивались? Люди, которые берут ребёнка на воспитание в семью, не все. Но некоторая часть потом ребёнка возвращают. По разным причинам, по разным. Вот для того, чтобы количество возвратов минимизировать, для того, чтобы не травмировать ребёнка, да, было принято решение давать знания тем людям, для того, чтобы вот родительство приёмное, оно было осознанным. Этот шаг нужно делать, конечно, осознанно. Люберецкая школа приёмных родителей за пять лет подготовила к усыновлению более 700 семей. За это время почти не было случаев отказа от усыновления и возвращения детей в детские дома, отмечает руководитель учреждения. Программа обучения в школе рассчитана на 13 занятий и длится около полутора месяцев. По окончанию родители получают свидетельства для предоставления в органы опеки. С ними работают юристы, с ними работают психолог, социальный педагог и врач-педиатр. Если человек говорит после нашего обучения, что он не может взять приёмного ребёнка, это тоже наша хорошая работа. Так как он понял и осознал, что он не сможет, сил у него не будет. Оказывают услуги школа приёмных родителей бесплатно. В этом году новая группа слушателей начнёт своё обучение с 7 апреля. В школе уже набрали минимальное количество из 10 человек, но запись на обучение ещё открыта. Помимо школы приёмных родителей, Люберецкий отдел сопровождения замещающих семей оказывает родителям и дальнейшую поддержку. То есть вы работаете с выпускниками, получается, школы приёмных родителей? С выпускниками, да. И с теми, кто, допустим, у нас не учился, тоже мы с ними работаем. И с опекунами, допустим, кровное родство бабушка, мы тоже работаем с этими семьями. Мы сопровождаем их, оказываем консультативные услуги, проводим диагностику семей. Также осуществляем какие-то выездные мероприятия к семьям, если, допустим, нет возможности добраться к нам как-то. Также осуществляем сопровождение в школе этих детей наших. То есть если есть какие-то конфликтные ситуации со сверстниками, с родителями, то мы тоже помогаем всегда. Сегодня школа приёмных родителей в Томилино считается одной из лучших в Московской области. За помощью сюда может обратиться любая приёмная семья. Наш телефон 8495-587-6150. И все услуги наши бесплатные. Евгения Сёмина, Андрей Скрипкин, Томилино ТВ. В Российском государственном университете туризма и сервиса прошла третья ежегодная студенческая научно-практическая конференция. Молодёжь, наука, сервис 21 век. Студенты из разных вузов показали свои проекты, посвящённые развитию туризма. Один из проектов – Атлас Люберецкого района. Первокурсницы университета туризма и сервиса подошли к конференции серьёзно. Их проект уникален, так как они создали и показали культурный маршрут по Люберцам, рассказали факты из истории города. Этот маршрут мы готовили около четырёх месяцев со всей нашей группой. Также мы проходили по всему этому маршруту сами, все фотографии мы делали сами, и мы получили очень много положительных эмоций. Как оказалось, сами студентки не из Люберец, но город уже успели полюбить. По их словам, с большой радостью провели бы своих родственников этим культурно-историческим маршрутом. Такие конференции в Ркутисе проводятся ежегодно. Как и показал опыт, они помогают студентам на практике освоить профессию. Научная практическая конференция очень важна для активизации научной работы студентов. Студенты представят свои работы, своё видение, как они видят туризм, как они видят туризм в экономике. Гостем мероприятия стала Анна Фролова, которая возглавляет стажировки студентов в тренинговом гостиничном комплексе. Ребятам она рассказала о преимуществах такой практики и возможностях дальнейшего трудоустройства. Центр был создан, мы начали это обучение, потом поняли, что мы имеем возможность что-то вынести на внешнее обучение. Начали общаться с вузами, вот, собственно говоря, ваш вуз Ркутис был первопроходцем. Также на третьей ежегодной научно-практической конференции выступили представители других вузов Подмосковья. Гости продемонстрировали своё видение развития туризма в регионе. Анна Троян, Роман Саат и Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Заключительный день фестиваля детской книги прошёл во Дворце культуры. На праздники подвели итоги конкурса рисунков по мотивам произведения Корнея Чуковского. Также с люберецкими школьниками встретился современный детский писатель Андрей Слонников. Можно научную книгу, можно художественную, а можно и с картинками. Это же фестиваль детской литературы. Место, где рушится стереотип о том, что современные дети не читают. Читают и с восторгом приветствуют писателей на сцене. Но и нынешним авторам нужно отдать должное. Знают, как увлечь публику. Выступления детского поэта Андрея Слонникова и стихи, и шутки, и песни – разве что не цирковые фокусы. Дельфины, как дети, играют с мячом и прыгают в небо и машут хвостом. Организатором фестиваля детской книги уже который год выступает Люберецкая Есенинская библиотека. Говорят, хранят традицию с 1943 года. В то тяжёлое военное время для детей в России впервые сделали такой праздник. Мы всегда стараемся приурочить к этому периоду обязательно дату какого-то известного, хорошего, настоящего детского писателя. В данном случае это 135 лет исполняется Корнею Чуковскому. Во всех Люберецких школах прошёл конкурс рисунков по мотивам произведений Корнея Чуковского. Лучших художников, авторов Майдадыры и Цокотухи в акварели и гуаше наградили в заключительный день фестиваля. Я люблю читать книги Чуковского и ещё изредка читаю книги Пушкина. Я люблю читать сказки Корнея Чуковского и новые познавательные стихи. У меня дома много книг, я их ещё не запомню. Но я люблю читать. Сегодня праздник детской книги имеет международное значение. С 1967 года он отмечается во всём мире 2 апреля. Эта дата приурочена ко дню рождения ещё одного детского писателя Ганса Христиана Андерсона. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Выставка прикладного детского творчества прошла в Краеведческом музее. Представленные там работы юных мастеров были посвящены Году экологии. Лучших авторов наградили во время торжественной церемонии. Живопись, роспись по дереву, вышивание, плетение, вязание. Каких только искусств не встретишь на уже традиционной в Люберцах выставке-конкурсе «Возрождение». Здесь и венецианские маски, и модные хипстерские совы, и русская народная лукошка. Все экспонаты особенно ценные. От того, что делали их дети своими руками. Моя работа называется «Ниф-ниф на даче». Я ее вязала самостоятельно. Я люблю рисовать городец, потому что мне он понравился очень. Я, наверное, хочу стать или дизайнером, или мандельером. В этом году в выставке приняли участие более 30 школ. 637 работ в различных направлениях и техниках были представлены в одном из залов Краеведческого музея. Организатором мероприятия выступил дворец детского и юношеского творчества. Всегда эта выставка приурочена к весенним каникулам, чтобы детки могли прийти и посмотреть, как с семьями. Причем приходили и смотрели целые семьи. Ну и классы, естественно. Кульминация культурного события – торжественное награждение участников. Более ста авторов лучших из лучших, по мнению жюри, наградили почетными грамотами во время торжественной церемонии. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся юбилейный 10-й международный турнир по карате. Он посвящен имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Васильевича Горбатко. В соревнованиях приняли участие порядка 850 спортсменов. Международный турнир по карате имени Виктора Горбатко проходит в Люберцах уже 10-й год. По традиции это не просто соревнование, но и настоящий праздник спорта в духе патриотизма. Торжественную программу открывали показательные выступления бойцов российской армии. В числе гостей соревнований олимпийские чемпионы, руководители спортивных объединений и даже вице-президент Японской Федерации карате Танако Текинори. Вдохновитель турнира друг Юрия Гагарина, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко. После его напутственных слов потрясающая зрителей демонстрация техники адаптивного карате. На ковре спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Казахстан, Беларусь, Латвия, Польша, Донецкая Народная Республика. Сегодня турнир имени Виктора Горбатко. Это более 800 участников из разных стран, объединенных страстью карате, несмотря ни на что. Мы регулярно, несмотря на даже боевые действия, практически мы не пропускали ни одного турнира. Мы находили все равно в Рио возможности. Потому что любой выезд сейчас для ребят это такая отдушина. Переключиться от наших каких-то проблем для них это вообще глоток свежего воздуха. Данное мероприятие проводится три дня. Первые два дня у нас идет техническая часть подготовительная. То есть проводится семинар, мастера обмениваются опытом. И сегодня кульминация нашего события в проведении данного мероприятия, данного турнира. На семи площадках в Люберецком дворце спорта «Триумф» демонстрируется владение искусством восточного боя. Соревнования проводятся в трех категориях – ката, кумите и командные. И даже самые маленькие участники знают, каким бойцом нужно быть, чтобы победить. Находчивым, сильным, храбрым, еще умным и ловким. Накануне люберецкие спортсмены активно готовились к этим соревнованиям, тренировались и участвовали в спортивных сборах. Поэтому третье общекомандное место по итогам состязаний досталось хозяевам турнира вполне заслуженно. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. В физкультурно-оздоровительном комплексе Люберецкий состоялся финал Московской области по мини-футболу. В нем приняли участие студенты из четырех различных вузов. Самой сильной команде предстоит выступить на всероссийском этапе соревнований. Общероссийские проекты по мини-футболу призваны популяризировать данный вид спорта. В различных регионах России выявляют сильнейшие команды, которые в последующем борются за звание сильнейших в стране. В Российской Федерации два проекта, общедоступных для детей, для школьников, для учащихся в высших образовательных учреждениях. Это мини-футбол-школа и мини-футбол-вузы. Проект был внедрен в Россию уже более 10 лет назад. На втором этапе общероссийского турнира мини-футбол-вузы встретились команды из Коломны, Долгопрудного и Мытищи. От честь городского округа Люберцы отстаивали студенты из Малаховки. Представители Московской государственной академии физической культуры в своей победе нисколько не сомневаются. Первый этап мы здесь прошли, обыграли всех соперников с довольно-таки уверенным преимуществом. Сегодня второй этап. Задача, конечно же, побеждать, проходить следующий этап и представлять Люберецкий район достойно на этих соревнованиях. Задачу выполнить удалось. Студенты городского округа Люберцы получили право выступать на заключительном этапе соревнования, который пройдет уже в этом месяце в городе Щелково. День здоровья отметили в Люберце. 6 апреля в Доме ветеранов прошел круглый стол, посвященный Всемирному дню здоровья. Сахарный диабет стал главной темой обсуждения. Среди выступающих – ведущие специалисты здравоохранения Люберецкого округа. В этом году мероприятия, проходящие в рамках Дня здоровья, не случайно посвящены сахарному диабету. Ведь по статистике это заболевание входит в тройку лидеров по числу людей, страдающих как самой болезнью, так и от осложнений ей вызываемых. Медики различают несколько видов сахарного диабета. Первый тип чаще всего связан с наследственной предрасположенностью. И здесь без медикаментозных средств, конечно, не обойтись. А вот с диабетом второго типа можно и нужно бороться. Главное – соблюдать здоровый образ жизни. Это меньше белого хлеба, это булочек и всё, что это фосфуды, то, что мы любим. И это способствует ожирению. Поджелудочная железа не справляется с такой нагрузкой и, естественно, начинает больше вырабатывать инсулин. Перенасыщенность организма инсулином приводит к разрушению тонкого слоя в сосудах, который отвечает за их эластичность. Появляются атеросклеротические бляшки. А это в конечном итоге может привести к инфаркту, инсульту, слепоте и проблемам с ногами, вплоть до гангрены. Но от всех этих страшных диагнозов можно убежать. Любой человек, перенесший инфаркт, перенесший инсульт, всё равно, что должен ходить в день не менее 5 километров. Действенный способ сохранить здоровье – увеличить свою физическую активность. Для людей пожилого возраста лучше всего заняться скандинавской ходьбой. Кстати, скандинавская ходьба способна уберечь и от многих других заболеваний, сосудов и сердца. Говоря о сахарном диабете, врачи указывают и ещё одну тревожную тенденцию – болезнь помолодела. Довольно-таки много появилось детей полных. А это то, что ведёт с раннего возраста предрасположенность к развитию сахарного диабета. Современный уровень борьбы и профилактики сахарного диабета настолько возрос, что поставленный врачами диагноз уже не приговор. Однако не только лекарства смогут помочь человеку жить без оглядки на сахарный диабет. Отказ от курения и других вредных привычек. Здоровое питание и движение – это те составляющие, которые помогут людям успешно бороться с болезнью и сделать жизнь полноценной и длинной. Ольга Щевелёва, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Сотрудники отдела ГИБДД Люберецкого района провели открытый урок для учащихся гимназии номер 5. Школьникам напомнили о правилах дорожного движения и рассказали об основных причинах ДТП с участием детей. На мероприятие побывала наша съёмочная группа. Этот знак называется «Дети». Его в основном около школы, чтобы водитель знал, что там могут перейти дети. И он мог уже заранее снизить скорость. С приходом весенней пары на этот дорожный знак водителям стоит обращать особое внимание. Ведь, как правило, с наступлением тёплой погоды на улицы выходит много детей. Для того, чтобы прогулки с друзьями и походы в школу проходили безопасно, сотрудники ГИБДД периодически проводят со школьниками уроки по правилам дорожного движения. С помощью специальной транспортной площадки они обучаются навыкам безопасного поведения вблизи проезжей части. За каждым образовательным учреждением закреплён инспектор ГИБДД, который проводит там профилактическую работу. Это не только занятия на транспортных площадках, но и также лекции, викторины, какие-то конкурсы по безопасности дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции занимаются подобными мероприятиями ежемесячно. Во время открытого урока ученики пятых классов показали хорошие знания в области безопасного поведения на городских дорогах и во дворах. Но в то же время юные участники дорожного движения узнали для себя много нового и полезного. Я узнал про новый знак, что ограничение жилой зоны. Я не знал, как он называется и что он означает. И я узнал, что начало жилой зоны ставится во въезде, например, в какой-нибудь двор или ещё куда-то. А конец жилой зоны при выезде из этого двора, допустим. В конце мероприятия всем ребятам вручили дорожную азбуку, с помощью которой они закрепят знания, полученные во время урока. Школьники с радостью приняли подарок и пообещали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Луиза и Геозарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Люберчанин Денис Зимовейский стал победителем первенства России по тайскому боксу 2017. В финале Денис досрочно выиграл у сильного бойца из Краснодара. На тренировки чемпиона в одной из спортивных секций Краскова побывала наша съёмочная группа. Первенство России по тайскому боксу среди юношей прошло в конце марта в городе Кстово Нижегородской области. В истории проведения соревнований по этому виду единоборства в России оно стало одним из самых масштабных. Более 500 участников из 60 регионов страны боролись за победу. Однако до финала дошли только лучшие. И среди них люберчанин Денис Зимовейский. Провёл три боя. Два из которых закончил досрочно в первом раунде. Самая трудная, наверное, это была подготовка. Ну и моральная борьба, конечно. Очень рад. Я очень долго к этому шёл. И в итоге добился того, чего хотел. Упорными тренировками. Ну, готовился как мог. Что касается морально-волевых качеств, то с этим у Дениса всё в порядке. Природное спокойствие и сила духа наряду с упорством, а также профессиональной тренерской подготовкой позволили ему подняться на первую ступень пьедестала почёта на первенстве России. Бывают ребята, которые приезжают на соревнования, и они не могут выиграть только потому, что у них не хватает духа. Они выходят на рынок, у них начинаются трясти руки, трясутся колени. Во многом нужно перебороть себя, нежели соперника. Сегодня Дениса Зимовейского по праву можно назвать именитым спортсменом. Конечно, в своей возрастной категории. Но судя по тому, какими гигантскими шагами он покоряет вершины мастерства тайского бокса, дальнейшие успехи нашего бойца не заставят себя долго ждать. Денис наш чемпион. Денис к нам пришёл три года назад, он занимается уже третий год. Пришёл он с нуля, то есть это наш воспитанник. За это время он вырос в настоящего бойца, в настоящего мужчину с характером. Как говорит Денис, тайский бокс для него – это жизнь. Причём и своё будущее он видит только в спорте. До 30 лет наш боец собирается выступать на соревнованиях, а затем перейти на тренерскую работу. Тем более, что все условия для развития тайского бокса в Люберцах уже созданы. Динамичный, контактный, резкий и в то же время артистичный. Таков тайский бокс. Конечно, случаются и травмы, но какой же вид спорта без них? Не опасно, не опасно. В принципе, на улице опасно даже ходить и гулять. Можно подтыкнуться и упасть, но если всё с умом подходить, соответственно, вид спорта очень хороший. Став победителем первенства России, Денис Зимовейский завоевал право защищать цвета российского флага на первенстве мира, которое пройдёт в августе этого года в стране-родоначальнице тайского бокса в Таиланде. Ольга Щевелёва, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Дорогие друзья, подписывайтесь. Ну, а я, Сергей Труачанов, с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин